Всем доброго времени суток. В данном видео мы произведем обзор центрального пункта управления. Я приехал на вторую палубу машинного отделения, где расположена цепь пол. Итак, приступим. Сразу же перед нами расположен главный распределительный щит, или ГРЩ. Где расположены автоматы различных потребителей, секционные выключатели, генераторные автоматы и так далее. Данное видео является обзорным. Быстренько пробежимся по ГРЩ. Конкретно вопросы, какие-то фишки или принцип действия того или иного механизма мы разберем в следующих видео. Свой обзор начнем с левой его части. Здесь у нас расположились потребители 220 вольт. Непосредственно мы можем посмотреть напряжение сети, сопротивление изоляции сети. 2 мегаома это не идеальное сопротивление. Мы занимаемся поисками потребителя, который садит на корпус. Токи нагрузки сети. Хочу заметить, мы можем померить ток нагрузки с помощью данного переключателя амперметра на каждой его фазе. Также, кто не знал, у нас на судах три фазы. Р, С и Т. Внизу расположились трансформаторы номер 1 и номер 2. Соединены, а точнее изолированы друг от друга механическим интерлоком, чтобы вы не смогли включить их одновременно. Итак, основные потребители это, конечно же, насосы, которые необходимы дизель-генераторам, главному двигателю, вентилятор воздухомашинного отделения и так далее. Посмотрим поближе один из них. Расположен типичный потребитель, четвертый, фан-энжин-рум. Это вентилятор, который нагнетает нам воздух машинное отделение, чтобы мы смогли дышать, чтобы главный двигатель смог дышать и потреблять достаточное количество воздуха, именно кислорода для горения. И его автоматика управления. Непосредственно вот контроллер находится. Здесь мы видим, что зеленая кнопочка у нас горит, то есть он работает. Можно остановить. У нас плохо видно, но это хитр подогрев электродвигателя, когда он стоит и ламп-тест. Можем нажать ламп-тест. То есть проверили работу всех лампочек. Это у нас вторая стартерная панель. ГРШ, как я уже говорил ранее, распределена на две части. То есть первая у нас находится соответственно в правой части. Перейдем к ней. Вот она первая панель. Можно подумать, что здесь будут какие-то другие потребители, но нет. Здесь практически те же самые потребители, что и во второй части, но с номером один. Для чего это сделано? Практически все системы на морских танкерах, на судах, так как переходы большие, судно может оказаться в океане. Что-то может произойти, необходимо обслуживание, необходимы резервные системы. Поэтому все практически важные, особенно насосы, потребители, они продублированы. Вот возьмем для примера пожарный насос номер один. Соответственно в другой части мы с вами увидим номер два. Вот он номер два. Также давайте посмотрим второй масляный насос главного двигателя. А в другой части мы увидим первый насос. Вот он первый. Также здесь горит важная лампочка. Авто. То есть он в автоматическом управлении. И еще более важная лампочка, что он находится в стендбайе. Это очень важно, особенно для данного потребителя масляного насоса. Стендбай значит, что насос готов к работе. И в случае, если первый насос откажет, либо перестанет качать, то есть станет непосредственно низкое давление, данный насос должен запуститься как резервный. Важный момент. Две эти секции, первая и вторая, соединены межсекционным выключателем, который расположился вот здесь. Также выше мы можем посмотреть опять-таки сопротивление изоляции, но уже сети 440 вольт. То есть вот это. В данном также секции расположены генераторные автоматы. Первый. Второй. Автомат АДГ. И третий автомат дизель-генератора. Обратите сразу внимание, что третий автомат расположился за межсекционным выключателем. Для чего это сделано? Роль межсекционного выключателя следующая. Мы можем отсоединить одну секцию, то есть вторую, которая расположилась влево, слева, и правую. Для того, чтобы произвести обслуживание. С помощью этого межсекционного выключателя мы можем разъединить одну секцию от другой. Сразу же забегая вперед, необходимо помнить вот это. Что это такое? И для чего это? Мы тоже можем разобрать в одном из следующих видео. Кому будет интересно. Сама ГРШ в принципе состоит из потребителей и автоматов. Нескольких амперметров и вольтметров. Ничего другого здесь практически нет. Также здесь расположились лампочки индикации некой сигнализации. Можете увидеть фейл сети 24 вольта. В основном это изоляция, его низкое значение и Power Management System Abnormal. Также здесь расположились переключатели данных автоматов. Гавернеры. С помощью них мы можем увеличивать либо уменьшать нагрузку дизель-генераторов. И распределять ее между друг другом. Также есть синхоноскоп, чтобы синхронизировать один генератор с другим. И все это было подключено на одной шине. Вопросов очень много. Соответственно разбирать можно очень долго. Но необходимо с чего-то отталкиваться. Видео первое. Так что будет такой вот скользкий обзор. С ГРШа более-менее понятно. По крайней мере я надеюсь. Теперь определимся с компьютерами. И с другой его противоположной секцией. Где тоже расположились механизмы управления. Что у нас здесь? Расположены уровни танков непосредственно. Сколько у нас топлива. Вы можете посмотреть в каждом танке сколько у нас топлива. Далее. Расположились два компьютера. АМС монитор номер один. АМС монитор номер два. Опять-таки возвращаясь к вопросу резервирования. Можете увидеть, что даже компьютеров здесь два. На этих компьютерах мы видим с вами индикацию показаний главного двигателя. В данном случае выхлопные газы. Температуры джекета, воды охлаждающей, зарубашечного пространства. И так далее. Функций меню здесь достаточно много. Вы можете посмотреть любую информацию, которая вас интересует. Температура заборной воды. 27 градусов сейчас. Достаточно теплая. Далее. Можем посмотреть ПМС. Это значит Power Management System. Вот у нас эти дизель-генераторы. Вы сможете посмотреть. Вот дизель-генератор у нас в работе. Вот эта зелененькая. И есть генераторный автомат. Номер три. Давайте я вам его покажу. Вот он номер третий. Изель-генераторный автомат. Это красная галочка. Черточка. Значит, что он в данном случае у нас Close. Close – это значит замкнуто. Open – значит разомкнуто. Вот его у нас нагрузка. 532 кВт. 60 Гц. Частота. Перейдем дальше. Это второй компьютер АМС, который дублирует первый. Он непосредственно то же самое показывает. Давайте посмотрим также Network. Нажимаем. Открывается наша сеть с вами. Контора мониторинг и контроль. Вот такая непростая. Но, как вы можете заметить, опять-таки, все резервируется. То есть у нас расположились хабы, main и reserve. Первый компьютер, который значится мастером, можете увидеть. То есть главным – это мастер. Сама система называется Akonis. Также бывает Клодсберг. Это, в принципе, две самые ходовые системы, которые используются на судах. Переходим дальше. Extension Alarm панель. Это непосредственно панель алармов. Давайте включим свет. Который панель, который дублирует показания вот с этих компьютеров. И какие-то ошибки, алармы, они будут приходить сюда. Такие панели расположены у вахтенного механика. Чтобы в случае, когда машина, машинное отделение находится на безвахтенном обслуживании, он услышал, что сработала сигнализация. Здесь выйдет аларм. Далее. С часами, думаю, понятно. Шип Performance Display Unit. Система Кима нам показывает, сколько у нас момента на валу, какая у нас мощность. Эти показания нужны, чтобы делать Performance, насколько эффективен наш двигатель. Stilling Gear Alarm панель. Панель рулевого устройства, а точнее двух гидравлических насосов. В данный момент работает номер два. Здесь их тоже два, опять-таки, возвращая к системе резервирования. В данном случае работает номер второй. Вот у нас зеленый индикатор горит. Здесь у нас расположились алармы. Низкий уровень, фаза fail, то есть проблемы с фазами или не так, подключение, либо обрыв. Power fail, нет питания, низкий уровень гидравлического масла. Каждый месяц они чередуются. То есть сейчас работает второй, через месяц будет работать первый. Важный момент, что в узкостях, в местах, где необходима большая маневрированность, то есть при заходах в порт, в каких-то операциях запускается первый насос тоже, и они работают вместе, чтобы перо руля у нас намного быстрее перекладывалось. А вот и его угол. Непосредственно рулевое устройство будет поворачиваться. Порт сайт стаборца, лево-право. Далее, индекс топлива, обороты топлива, обороты главного двигателя. Счетчик, сколько сделал главный двигатель оборотов за все время. Сколько у нас главный двигатель в работе по часам. Индикация оборотов турбин главного двигателя. Данные турбины работают, подают воздуху в главный двигатель. Для лучшего сгорания и надува. Здесь у нас. Посредственно тоже расположилась индикация. Давление воды охлаждающей. С кевин-чейер. То есть надув воздуха. Давление масла. И так далее. В принципе, все эти таблички написаны. И вы можете увидеть. Далее у нас расположились обороты паровых турбин грузовых, с помощью которых мы и выгружаемся. Здесь то же самое. Далее. Оэрмис детектор. Система масляного тумана. То есть, что она значит. По машине расположились у нас датчики, а именно небольшие устройства, которые затягивают воздух с помощью небольшого вентилятора. С помощью фотоэлементов анализируют, есть ли туман, масло, пары какие-то. И если она будет превышать значения, к примеру, вот 2.0, если показания детектора, например, 5 выйдет за эту строчку, то есть будет больше труб, у нас работает сигнализация. Что возможно у нас утечка масла. Далее расположился Signal Light Command. Данная система, а именно отвечает за визуальную и звуковую сигнализацию по машинному отделению. Можете рассмотреть, что каждый значит. При повороте ручки телеграфа, если вам кто-то звонит в машину, машина Re-Alarm, то есть сигнализация в случае поступления аларма, на компьютер, непосредственно перейдет сюда. Далее. ICCP. Impressed Current Catholic Protection System. Можем нажать. Она показывает, какие токи и какой потенциал у нас на электродах. Данная система нужна для защиты корпуса, чтобы он не коррозировал, не обрастал. Она нам помогает. Далее. Пожарная панель. А точнее ее репитер. Основная у нас панель расположилась на мосту. Далее у нас два вискозиметра. И монитор компьютера котла. Вот, в принципе, и все. Вот так вот она выглядит в длину. В принципе, равна по длине почти, но, конечно, короче, секции GF-C. Всем спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Обязательно разберем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо.